В Библии есть мудрость, в Библии есть ведение, в Библии есть советы. В разных ситуациях есть какие-то духовные советы, глубинные, которые показывают направление жизни нашей, есть какие-то практические советы. В Библии даже есть целая книга-притч, которая посвящена в основном практическим наставлениям, правда же? И я вот думаю, вот сегодня мне почему-то захотелось с вами поговорить о сугубо практических вещах. Значит, я каждую проповедь стараюсь, чтобы каждая проповедь имела какое-то практическое значение. Если вы обратили внимание, я не помню, чтобы у нас о чем-то говорилось, о таком, что как-то в жизни мало работает, или вообще не работает, или очень как бы трудно жизни соотнести. Каждая духовная истина Священного Писания имеет, конечно же, какое-то практическое воплощение и исполнение. Но сегодня мы с вами поговорим о очень таких сугубо практических вещах. Нашу эпоху называют эпохой информации. Мы живем с вами во время информации. Если раньше проблема была в том, что информации было недостаточно, то сейчас проблема в том, что информации слишком много, и в ней порой очень трудно разобраться. Я думаю, многие из вас сталкивались в прошлом, где-то, ну, по-моему, где-то в 2000-е годы с такими письмами, которые чаще всего приходили, конечно же, по интернету. Вот как раз тогда только начала появляться электронная почта, электронные письма, когда можно было тут же написать, и люди с другого континента моментально это все читают, моментально это все получают. И стали приходить так называемые письма счастья о том, что там какой-то богатый миллиардер, где-то там, в далекой африканской стране, из какого-то такого африканского города, название которого ты даже не слышал, он умер, вот, и у него остались такие большие капиталы, и почему-то каким-то образом большая часть денег тебе должна прийти. И ты просто, можно сказать, в полшаге от того, чтобы стать миллионером. Проблема в небольшом, тут нужно некоторые такие практические моменты решить. Это не будет дорого с твоей стороны, это вообще ничто в сравнении с теми миллионами, которые ты унаследуешь. Помните эти приходили письма, да? От всяких африканских разных миллионеров умерших. Были много разных вариаций этих писем. Приходили, интересно, там к верующим приходили, что там умер какой-то богатый христианин, который решил все деньги направить на пробуждение в России, и вот он перепишет тебе это все на счет, поскольку ты же человек духовный, ты же это не возьмешь все себе, ты это все на пробуждение направишь. Вот они долго молились, и Бог показал на тебя. Ты должен быть таким человеком, который ни копейки себя все в горнило пробуждение бросишь. Вот. Помните, да, все это? Вроде бы это все прошло, и вот эти африканские миллионеры и миллиардеры перестали в последнее время массово умирать. Вот. Но не умерло мошенничество, да? Вот. И сегодня есть много разных вариантов, когда там приходят какие-то телефонные звонки, что кто-то из твоих близких, либо его поймали с наркотиками, он сейчас в тюрьме, и нужен срочный выкуп. Либо он участник ДТП, и нужно срочную взятку, иначе против него заведут уголовное дело, потому что он виновник в опасном ДТП. Либо он вообще в больнице при смерти говорить не может, и есть такое удивительное лекарство, которое вот случайно именно в этой больнице оказалось, и именно только оно может помочь твоему болящему родному человеку, но нужно за него только заплатить. Оно, естественно, очень редкое, и оно очень недешевое, это лекарство, да? Звонки подобные, разные, подобные, разные звонки приходят, да? Или вдруг ты оказываешься счастливым обладателем пяти миллионов, да? Что как-то твой номер случайным образом оказался в розыгрыше, и ты выиграл. И в принципе ты сейчас можешь просто оплатить небольшой налог за выигрыш, естественно, и получить свои великие капиталы, свой большой выигрыш. Это великое счастье. Вот, особенно, когда ты даже ни в какой лотерее не участвовал, а вот поди-каешь, Господь, как все знает, да? Ты не участвовал в лотерее, а главное выигрыш, ты все-таки получил. Вот, и приходят какие-то так называемые из ЖКХ, там, из коммунальных служб, какие-то люди, которые начинают, говорит, у нас там бесплатное исследование газовых труб, например, да, бесплатное исследование, это же очень опасно, газ взрывается. У тебя исследуют и говорят, что тебе нужен очень важный прибор, который сейчас всем поставят, если ты сейчас не поставишь, вот, огромные штрафы будешь платить, и прямо сейчас у тебя нужно заплатить за этот прибор, и у тебя все с газом будет хорошо. Вот, или вот некоторое время моей жене звонили и говорили, что вот проверка пластиковых окон проходит, пластиковые окна проверяют бесплатно, говорит, вы же брали пластиковые окна? Говорю, да, ну так уже время подошло проверить их, и это бесплатно совершенно, наши специалисты приедут проверять. Да хорошо, моя жена решила мне позвонить, говорит, нам тут пластиковые окна уже едут бесплатно проверять. Нежданно, негаданно, так обычно не дозовешься никого, а тут прям едут на машинах, прям торопятся, и все, да. Я говорю, какие пластиковые окна? Взял телефонный номер этой фирмы, звоню им, трубку не берет никто. Звонит жена, о чудо, откликаются, понимаете, да. Я звоню, никто не берет это, да. Потом, когда я говорю, знаешь, скажи, что нам ничего не надо, да, и когда она позвонила и отказалась, то как сильно поменялся тон, как с ней ласково говорили, как стали хамить и орать там, вы что, с ума сошли, вот, и ты такой. Или сейчас современно тоже любят, особенно для пожилых людей, бесплатная диагностика, там проверяют либо вены твои, либо сердце твое проверят, либо количество волов там, волос на голове пересчитают, специальная машина пришла к ним, вот, недостаток восполняют тебе. Вот, и ты такой думаешь, а, у меня как раз проблема, да, а люди в возрасте, ну, провериться бы всем не мешало, да. И мы приходим, проверяешься, и вдруг, о, что-то происходит, оказалось, что у тебя уже давным-давно такая запущенная болезнь, что просто, ну, непонятно, как ты дошел до этой больницы еще, никто не, все в шоке, да, вот. Но у них как раз есть процедуры, вот, именно от этой болезни. И как раз на них сейчас просто такие скидки, что, вот, это очень просто, они очень дорого стоят, но в этот раз тебе всего за пол цены их проведут, и после этих скидок ты будешь прям как новенькие бегать, да. Или вот, тоже и рассказ одной верующей отправила несколько своих стихотворений на один, сейчас всякие здесь сайты поэтические, мы же все гении, непризнанные таланты, мы же поэты, вот. И не хочется писать в стол, как в советское время, хочется, чтобы твое творчество поражало людей, и в самое сердце прямо ты глаголом жег сердца, вот. И ты отправил, и вдруг через некоторое время тебе приходит, что Российский Союз Писателей тебя решил наградить медалью за вклад в поэзию имени Анны Ахматовой. Ты такой думаешь, вот это гений, я оказался, сам не знал, не знает еще моя семья, какой гений среди них тут живет. Несколько стихов и сразу же вклад в русскую поэзию, понимаешь. Вот, и ты так вложился в русскую поэзию, да, и там медаль только, медаль тебе прямо на выбор предлагают медаль. Можно золотую, можно серебряную, серебряная подешевле, естественно, да. Но, как говорится, Ахматова это не то, на чем надо экономить. Вот, и поэтому ты думаешь, ну как, наградили медаль уж золотую, вот, и там, понятно, сейчас никого. И тебе в голову не приходит, что есть такой Союз Писателей России, а тебе какой-то Российский Союз Писателей, да, Союз Российских Писателей, там, Союз Талантливых Межгалактических Писателей нашей Вселенной, еще Альфа Центавра тебя решил наградить, потому что не только на этой земле восхитились твоим творчеством, инопланетяне изучают русский язык, только по твоим стихам. Вот, 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 такое, такое приходит, и люди, и люди начинают бегать там, вот, или, или приходят к тебе, приходят к тебе с товарами, просто у них сегодня распродажа, супер скидки такие, и такие удивительные сковородки, такие удивительные кастрюли, и такие удивительные скидки, и как тебе повезло, что как-то вот твой дом и твоя квартира случайно попались на пути этого продавца, потому что вот так бы эти дешевые вещи получил кто-то другой, а так счастливцем оказался ты, вот, и тебе так сильно-сильно повезло, да. Потом разные всевозможные сомнительные бизнесы, там нужно вот вложить. Сейчас в интернете очень много всякие, знаете, ставки на спорт, и какие-то такие, в общем, вложения денег, что буквально через сутки утраивается, через неделю ты уже просто не будешь знать, что делать с этими деньгами. А если ты до сих пор сомневаешься и думаешь, что это развод, то прямо в интернете тебе тот, кто предлагает это, показывает пачку денег пятитысячных и говорит, все еще не веришь, вот смотри. Не веришь? И этот убийственный аргумент убеждает тебя, что настал твой час, и все эти всевозможные там лучшие там экономисты помогут тебе выиграть большие деньги там с помощью Форекса и прочее, прочее, прочее. Я думаю, каждый из вас с чем-то столкнулся из того, что я перечислил. Вот кто, или ваш близкий, или ваш родной человек с этим столкнулся, помашите руками. Да вы все, получается, да? Лучше бы кто вообще, скажет, Виктор, ты сейчас говоришь о чем-то, не я, не близкие мне люди, вообще слыхом не слыхали ли ничего об этом, и никто к нам не приходил, и ничего не пытался. Поднимите руку кто? Откуда приехали? Есть среди нас такие счастливчики. У вас, наверное, вообще денег нет, да? Ладно. И вот, драгоценное, как-то так получилось, что мы в последнее время очень много со служителями читали именно книгу-притч, причем в разных переводах, и в современных, и в синодальном переводе. И я хочу сегодня вам дать очень такую практическую проповедь. Пять советов, как не попасться мошенникам. Пять советов, как не попасться мошенникам. Если после этой проповеди кто-нибудь из вас попадется мошенником, исключая мысли на церковь. Самый первый совет, и на каждый совет, в принципе, можно несколько мест прочитать, но у нас ограниченное время, я прочитаю одно место из книги-притч. Вторая глава, десятый стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно в душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». И здесь автор говорит, что познание мудрости, знание, которое мы получаем в своей жизни, не только нас обогащает, но и охраняет нас от людей, которые пытаются нас обчистить. То есть охраняют нас с вами от мошенников. Мудрость и знание. И самый первый совет, он, может быть, так звучит несколько так, ну, можно карточку показать, да? Вот, может быть, не для всех понятно, формируй понятийное мышление. Я просто поясню, что такое понятийное мышление. Понятийное мышление – это развитое мышление. У ребенка в детстве нет понятийного мышления. У него так называемое допонятийное мышление. Я в первом вузе учился в педагогическом, поэтому еще помню эти вещи. Знаете, допонятийное мышление. Что такое допонятийное мышление? Допонятийное мышление – это мышление эгоцентричное. То есть человек воспринимает, точнее ребенок, да, назовем этого человека ребенок, хотя некоторые и не дети, но до сих пор в таком состоянии находятся, допонятийном, да? Он воспринимает весь мир только с точки зрения своей колокольни, своего взгляда. Вот он видит так, и он не может на ситуацию, не может на обстоятельства посмотреть объективно, то есть с точки зрения других людей. Например, есть знаменитый эксперимент с тремя пирамидками. Можно показать рисунок, да? Вот смотрите, садили ребенка, и перед ним на столе были три пирамидки разной высоты. И видите, вот на этом рисунке изображено, то, что вот первая пирамидка, которую он больше всего видит, да, она как бы для него закрывает более маленькие пирамидки. Вот. И ребенку давали четыре картинки, фотографии этих пирамидок с разных сторон. И ребенку говорили, покажи тот снимок, ту фотографию, которую ты видишь. И ребенок, конечно же, из этих четырех фотографий выбирал именно ту фотографию, которая соответствовала его видению этих пирамидок. После этого на стул напротив садили куклу. Ребенку опять давали эти четыре рисунка и спрашивали, а теперь покажи, как эти пирамидки видит кукла. Ну, или вот клоун на данном рисунке. И как вы думаете, какую картинку показывал ребенок? Да, ребенок показывал именно ту картинку, которая изображала, как он видит пирамидки. Потому что он видит пирамидки так. И он абсолютно уверен, что именно так и видят все эти пирамидки. И вот потом человек идет в школу. И весь вопрос в том, а как же формируется вот это понятийное мышление? Оно формируется при изучении наук. Потому что наука состоит из базы, на которую уже понятия, понятия, вот и формируется наука. Наука формируется у человека. Вот. И вот это понятийное, когда человек осваивает это понятийное мышление, конечно, особенно важно математика. Вот я вам скажу, что я так благодарен, что в моей жизни мне удалось закончить математическую школу. Хотя я вообще не занимался никогда математикой профессионально в своей жизни. Казалось бы, мне это не пригодилось. А на самом деле, это мне пригодилось намного больше, чем я даже подозревал. Вы знаете, вот если бы, вот как вот вопросы говорят, а вот если бы ты прожил жизнь снова, что бы ты поменял? Я знаю точно, что бы я поменял, прожив жизнь снова? Я бы намного лучше изучал математику. Скажем честно, меньше бы прогуливал в старших классах. Вот. Потому что у тебя, казалось бы, а зачем тебе? Ну ты же не математик. Ну ты же вообще не пошел в эту сферу. Но вот те понятия, вот это понятийное мышление, оно помогает тебе во всех сферах твоей жизни. Что делает понятийное мышление? Понятийное мышление делает три вещи. Во-первых, ты учишься выделять суть. Ты учишься выделять суть. Когда тебе говорят, ты учишься из множества информации выделять суть. Это самое первое. Второе. Ты учишься строить причинно-следственные связи. Если было так, значит будет так. А если стало так, значит потом будет еще. Вот так вот. Третье, да? И третье, что ты делаешь, ты умеешь складывать общую картину из множества разрозненных фрагментов. Вот что делает понятийное мышление. И в итоге у тебя формируется вот такой аппарат целый. И потом, когда вот, например, вот даже опыты такие проводят, когда, чем отличается понятийное мышление от допонятийного мышления? Понятийное мышление, когда ты учишься вычленять суть. Например, когда вот говорят, например, вот перечень слов. Послушайте. Воробей, пингвин, синица, птица, ласточка, зяблик. И спрашивают, какое слово здесь лишнее? А? Да. Но очень многие говорят пингвин. Почему? Ну, синица, воробушек, зяблик там, ласточка маленькие. А пингвин-то, да? Но на самом деле все это разные виды птиц. Лишнее слово какое? Лишнее слово птица. А у многих. А вот тоже один из тестов, который не только дети, а многие, многие взрослые проваливают эти тесты, да? Когда показывают три картинки лошади, две картинки козы, четыре картинки ведра и одну картинку бьячика. и говорят, чего на картинках больше? Живых существ или материальных предметов? И все говорят, материальных предметов посчитали. Хотя на самом деле материальные предметы и лошади, и козы, и утки. Понимаете, да? То есть, вот понятийный аппарат, он должен у нас развиваться. Так мы можем вычленить вещи, когда мы на одно и то же можем и так посмотреть, и так посмотреть, и так посмотреть. И таким образом, у тебя, чем больше у тебя понятийное мышление, тем больше ты видишь объективную картину мира. Чем меньше у тебя понятийного мышления, тем более субъективно ты смотришь, ты смотришь на вещи. Потому что, если у тебя будет понятийное мышление, вот ты начнешь представить себе, тебе вдруг сообщают в интернете, вообще такое чудо, если ты сейчас вложишь пять тысяч рублей, то через неделю ты получишь утроение пятнадцать тысяч. А если ты вложишь сейчас пятьдесят тысяч, то ты через неделю получишь в пять раз больше двести пятьдесят тысяч. Поэтому сейчас осталось всего пять мест, если ты сейчас успеешь быстро деньги переведешь, в конце недели в шоке будешь. Как работает допонятийное мышление? О, повезло. вот это шанс. Слава Господу, хотел поужинать, а залез в интернет, так бы не увидел. Когда у тебя понятийное мышление, ты начинаешь на эту ситуацию смотреть с разных сторон. Ты начинаешь ставить себе на место того человека, который все это тебе рекламирует, и ты начинаешь думать, так, если бы вдруг я нашел способ, как за неделю из пяти тысяч сделать пятнадцать, что бы я предпринял на его месте, наверное, я бы вылез в интернет и сразу же бы стал об этом всем рассказывать. Это же первое, что мы должны делать в этой ситуации, Нет, ты бы так не стал делать. Ты бы, говорю, жена, собирай деньги со всех родных, знакомых. Мы через неделю разбогатеем. Ты бы не стал рассказывать, но людям с допонятийным мышлением даже в голову это не приходит. Они смотрят на цифры, вроде бы пять тысяч у него есть, а если тут позанимают то родных, знакомых то и пятьдесят наберет, а в конце недели он не только всем вернет. То есть он не видит эту ситуацию, понимаете? Не видит эту ситуацию. У нас в свое время, причем знаете, что интересно, что вот все педагоги и социологи говорят, что количество людей с понятийным мышлением в нашей стране становится все меньше и меньше и меньше. Потому что вот еще мы, вот то поколение, мы еще учились в старых советских школах, и что интересно, что советское среднее образование считалось одним из сильнейших в мире, вы знаете, да? Наше высшее образование, оно не сильно котировалось, МГУ всякие, нет, а вот среднее образование было очень и очень сильным. И сейчас, вы знаете, где самое сильное образование в Европе? В какой стране? В Финляндии. Потому что Финляндия переняла наше среднее образование. Наше среднее образование было и построено на формировании вот этого понятийного мышления. Финляндия. Но на самом деле, даже государству, даже власти, люди с понятийным мышлением, понимаете, они мало нужны. Во-первых, их трудно где-то трудоустроить, тяжело трудоустроить. Ну, с понятийным мышлением. Ты не будешь делать, что ни попадет, да? Во-вторых, такими людьми труднее манипулировать. Труднее манипулировать такими людьми. Поэтому как-то мало кто заинтересован, кроме тебя самого, в том, чтобы у тебя формировалось допонятийным мышлением. Вот вот эти вот люди с допонятийным мышлением, которые уже выросли, а понятийный аппарат у них не сформировался. Вот они и ловятся на всем. И вы понимаете, вот почему я назвал это самым первым? Потому что можно бесконечно изучать разные схемы, как нас разводят. А вот такой развод есть, а сейчас еще вот придумали, а вот еще вот придумали, а вот еще вот придумали. Конца края этим мошенническим фантазиям нет. Ото всего ты не можешь ото всего поймите вот все это изучить. Но когда ты формируешь понятийное мышление, у тебя появляется аппарат, как ты можешь видеть вещи, видеть ситуацию, понимаете? Это чрезвычайно важно. И более того, люди с понятийным мышлением, с понятийным мышлением, они лучше относятся к тем, кто на них не похож, потому что они легко выстраивают причинно-следственные связи и понимают, да, он может быть по-другому одевается, но мне не нужно его опасаться, в этом нет ничего особенного. А люди с допонятийным мышлением, все, кто на них не похожи, с опаской к ним относятся. Поэтому драгоценно это чрезвычайно очень важная вещь. Поэтому если ваши дети, внуки учатся в школе, убеждайте, чтобы они не просто там просиживали, чтобы они это изучали, изучали, изучали науки, изучали математику, если даже он гуманитарий, и никак свою жизнь математикой не собирается связывать. Но вот это формирует вещи, когда ты можешь главное вычленять. Ведь сегодня такое количество христиан, они даже читают Библию, главное не могут вычислить. почему часто вот эти христианские споры такие бессмысленные, как будто вот люди читают книгу, а видят что? Каждый видит что ему кажется. И мы потом встречаемся и спорим. У вас бывало так, ты вот говоришь человеку, и ты даже понимаешь, даже спорить бесполезно. Бесполезно спорить. Понятийное мышление не существует. Нет этих всех вещей, да? То есть человек, он не может посмотреть на это с другой точки зрения. Все видят только так, как это вижу я. Поэтому драгоценные, во-первых, ваших детей побуждайте учиться и заниматься, а во-вторых, сколько бы вам не было лет, развивайтесь, старайтесь брать сложные вещи, какие-то вещи изучайте. Это формирует у нас понятийное мышление. не будете так бегать с бизнесом, что мы пастор тут разбогатеем. Сколько таких помню в 90-е годы прибегали ко мне и с этими ваучерами прибегали, и с МММ прибегали, и с Хопер Инвест прибегали. Я тогда, те, кто с 90-х годов помнит, я тогда вышел на сцену и сказал, говорю, знаете что, эти ваучеры это довольно-таки большой обман. Ничего стоящего вы за это не получите. Поэтому пока за это дают деньги, давайте продадим ваучеры, купим в церкви аппаратуру. Все, кто сделали, помните, у нас первая аппаратура, она была на это построена. Все остальные, кто там вложили, они только все проиграли. Все проиграли. Скажешь, Виктор, как ты это чувствовал? Один говорит, Виктор, на тебе пророческий дух. Нет, это не пророческий дух. Это просто понятийное мышление. много. Понимаете? Может быть, это и есть слово мудрости, слово знания. Это не то, что сидишь, идишь и бом, осенило. Кто знает? Хорошо. Ну, скажешь, Виктор, ты самого первого пункта меня огорчил, понятийного мышления у меня немного, математику я ненавидел, в школу меня больше не возьмут. Следующие советы будут уже для тех людей, кому приходится как-то выживать без понятийного мышления. Притча 16 глава. 32 стих. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Я прочитаю этот стих в современном переводе. Послушайте, выдержка лучше богатырской мощи, кто владеет собой сильнее покорителя городов. Вот вы знаете, все писание направляет нас, учит нас, как владеть собой, как владеть собой в разных ситуациях, как владеть своими чувствами, гневом, эмоциями, раздражением и прочим и прочим и прочим. Знаменитые слова из Евгения Онегина, слова, которые Евгений говорил Татьяне, помните, не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Учитесь властвовать собой. Учитесь властвовать собой. Это очень важно, драгоценное, потому что мошенники, вот что они пытаются сделать? Они прежде всего пытаются вас вывести в стрессовое состояние, потому что именно в стрессовом состоянии ты принимаешь часто глупые, необдуманные решения. Поэтому там начинается, знаете, вот такой напор, напор начинается, ой, слушай, вот прямо, вот как раз, как хорошо, что именно сегодня, потому что у нас именно сегодня, только до конца дня, вот такие сейчас скидки, и как тебе повезло, давай успевай, и вот пытаются сделать так, что ты должен просто немедленно тебе, вообще знаете, что вот, вот сам такой звоночек, что ой, мне несказанно вдруг на ровном месте повезло, это уже какой-то красный сигнал, что-то странное с тобой происходит, да, вот, вот, на тебя начинается вот всякое такое, давай, давай быстрее, ой, ну-ка давай, давай сейчас, срочно, давай, да займи ты где-нибудь, ты в конце недели всем отдашь еще с процентами, еще с прибылью всем все вернешь, давай, 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 владеющий собой, не давай людям вывести тебя из уравновешенного, умиротворенного состояния, есть в психологии даже такая вещь, когда тебе в общении, вдруг, знаешь, тоже вот начинают крутить вот в общении с кем-то, или как-то неуютно, какие-то странные ощущения, что-то очень часто тобой манипулируют, или пытаются, пытаются тобой манипулировать, вот это вот постоянное эмоциональное нагнетание, типа, ты счастливчик, да ты не счастливчик, ты супер счастливчик, да ты не супер счастливчик, ты супер пупер счастливчик, да ты вообще, понимаешь, как пытаются на тебя постоянно воздействовать эмоциями, 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 сделать все, чтобы ввести тебя в некое неадекватное состояние. Вот почему по сути драгоценное все, что мы здесь практикуем в церкви, как написано у апостола, чувства навыкам приучены, когда мы начинаем уметь владеть своими чувствами, своей эмоциональной природой, когда даже в сложных ситуациях мы учимся хранить разум свой трезвым, бодрствуем. И поэтому, когда вот начинается вот этот прессинг, пошел прессинг, давай, быстрее, а ну-ка, да вы что, да вот это вот, как вот моя супруга, там ее в диагностический центр, ой, да как же так, у вас срочно, да у нас как раз, да всего за 15 тысяч мы вам проведем процедур, вам 5 процедур, вы будете здоровы, всего по 15 тысяч. И проблемы нет, и это скидка, потому что аппарат очень дорогой, его привезли из Америку, через Австралию, через Японию, и прямо сюда, и он один такой в мире есть. И он только до конца недели здесь, его увезут скоро, но ты можешь вылечиться, успеть, тебе повезло. И вот начинают на тебя, чтобы ты вот начал нервничать, начал переживать, начал терять. И вот этот стресс, стресс, нужно что-то срочное, уйдет, прибыль, деньги, миллионы, мои миллионы уходят. И вот это пошла ситуация, пошла ситуация. Запомни, Бог никогда так не действует. Вот почему точно так же и в церквах, ведь тоже бывает иногда эмоциональное воздействие, там, мы сейчас будем собирать пожертвования, давайте, а ну-ка срочно, кто сколько может, все, отдавай, вычищай карманы, сейчас шанс, мне Бог сказал, кто сейчас пожертвует, станет миллионером к концу года. Да, и у людей тоже такое, думаешь, к концу года миллионером, ну нормально. Тоже идет эмоциональное воздействие, потому что религия, она точно так же манипулирует людьми, как и все мошенники, точно так же. Поэтому драгоценное очень важно, когда мы понимаем, есть наше решение, даже Бог уважает наше решение. Поэтому некоторые не могут понять, как это так, Адам с Евой могли согрешить в Идемском саду. Потому что, если бы он был на месте Бога, до Адаму с Евой было бы просто невозможно это сделать. Да ты что, с ума сошел, куда берешь, пошел же на место, уйди отсюда, я тебе говорю. Просто бы не подошли вот как-то, да. А им непонятно, как это Бог уважает наше решение, как это Бог уважает нашу волю, как это так вообще возможно? Потому что мы-то любим манипулировать друг другом. Почему? Это метод дьявола. Он лжец и отец лжи. Он обмашник, он клеветник, он мошенник, он манипулятор. Вот так вот тебе запудрить мозги, чтобы ты... И потом уже очнулся, денег нет. Долги одни, кредиты одни. Поэтому, драгоценные, следи за своим внутренним состоянием. Это важно в любой ситуации. И дома, и с детьми, и порой с женой. Важно уметь владеть собой. Это лучше, чем быть мэром Екатеринбурга, написано здесь. Так же лучше. Третий совет. Как не попасться мошенникам. Тринадцатая глава притч. Десятый стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующегося мудрость. И вот одна из тактик, которые пытаются всегда добиться мошенники, это изолировать тебя. От всех. А вот я это... Да некогда. А можно мне позвонить? Да ты что? Нет, да ты что тут срочно? Зачем это? Да что ты там у мужа будешь спрашивать? Ты что? У мужа спрашивать решила? С ума сошла, что ли? Он тебе на совет. Он деньги тебе не дает, и тут не даст. Ты что? И начинается вот это, когда люди не понимают, вот это идет давление, и попытка изолировать вот это. Это связано с предыдущим советом. Знай, что если что-то пришло от Бога, Бог уважает твою волю, и Бог даст тебе время все разузнать. А если все, давай, срочно. Нет времени, да? Нет времени, да? Вот я еще раз хочу вам показать, смотрите, вот написано, от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Высокомерие. Вот на меня такое благословение обрушилось. Как один пастор, который давным-давно получил это письмо от африканского миллионера и думает, вот так вот Бог. Такое благословение нам дал. Все пасторы увидят, как Бог нас благословляет. Кроме них никто так сильно Бога не искал, только они. Не случайно именно на них упали миллионы. Понимаете, вот за этим всегда какая-то гордость стоит. Тебя за это цепляет. За это гордость, да? Деньги любят тишину. Мошенники тоже любят тишину. Поэтому я у нас в церкви и говорю, да? Есть ли у вас какие-то вещи, вы можете прийти к служителям, ко мне. У меня даже есть часы приема, когда можно прийти и посоветоваться. Некоторые говорят, о, Виктор, ты не бизнесмен, что с тобой советоваться? Я не бизнесмен. Но есть столько людей, бизнесменов, которые так горько жалели, что не посоветовались со мной. Они говорят, пастор, почему мы не пришли к тебе? Деньги любят тишину. И в тишине от тебя уходят. Поэтому очень важно, особенно, знаете, вот жены, не принимайте важных решений, не посоветовавшись с мужем. Это очень важно. Что у женщин эмоционально их вывести вот так вот а нам плати за это потом вот сколько моя жена вот вот и не за почему-то вот то ли она номер нет оставляет вот почему-то на нее ведутся ну потому что понимаешь что женщины более лакомые объект для манипуляций для всевозможных вот сколько мне жена не звонила вот всегда один раз она мне не позвонила еле и и потом спас от врачей некоторых вот поэтому это очень очень важно да у дак виктор дать я конечно советую знаешь я там одного видеоблогера уже два месяца смотрю такой популярный у него там подписчиков уже целый миллион он говорит вкладывайте деньги ко мне пришли и показывает пачку пятитысячных и к вам придут когда я говорю сплашивали советы я имею дуни про видеоблогеров понимаете а людей близких дорогих с мозгами такие должны быть в нашем окружении поэтому по сути ведь и домашние группы и служение чтобы мы помогали друг другу в том числе и в этих сферах не попасться четвертый четвертый совет притча 25 глава 2 стих слава божья облекать тайною дело а слава царей исследовать дело вот вторая часть этого стиха слава царей исследовать дело поймите чем выше значение решения тем важнее здесь и всестороннее исследование почему слава царей а царей очень много зависит поэтому всякое дело за которое они берутся должно быть досконально исследовано потому что здесь цена ошибки чрезвычайно велика точно так же когда мы приступаем какому-то мероприятию очень важно всестороннее исследование и опять таки я говорю это все одно связано с другим для этого необходимых трезвый разум для этого необходимо время сегодня у нас есть интернет у нас есть разные поисковые системы типа google любая фирма кто с тобой связывается ты можешь же тут же в телефоне или на компьютере вбей название фирмы отзывы почитай о ней почитай отзывы причем включать понятийное мышление если там такие отзывы все время супер класс обратился разбогател даже не сомневайтесь здесь деньги точно дают о у меня наконец-то миллион спасибо фирме то это странные отзывы они страны то есть ты даже лишь по стилю такое чувство что это написал все один владелец этой фирмы так он отзывается своем товаре но тебе нужны не эти отзывы вбей название вбей название этой фирмы почитай просто почитай и затем вообще я вот в своей жизни заметил что вот если ты хочешь чем-то заниматься вкладывать деньги ты должен в этой сфере разбираться сколько ко мне приходили с интересными предложениями но я не разбирался в этих сферах и слава богу что я не стал ничего в них в эти фирмы в эти фирмы вкладывать а вот там криптовалюта очень все богатеют криптовалюта все богатеют на криптовалюте я точно побежал вкладывать деньги ты вчера узнал слово криптовалюты сегодня ты решил уже разбогатеть на ней или о с форексом так выигрывают есть такие люди прям там такие программы записали просто деньги идут 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 ты вообще не знаешь как этот форекс работает этот я вообще не знаю кто кто знает как он работает понимаете мы не знаем но мы лезем в эти сферы куда-то кто нас не приглашал там в какие-то вещи вкладываемся в скутерный бизнес какой-то ты в жизни на скутере не сидел и тут же у скутерный бизнес вложиться изучая сферу разбирайся разбирайся в ней кучу людей в том числе с благотворительными вещами о этом помогите бедным животным о помогите вот я думаю уже все должны понять что людям на улице не надо помогать особенно нельзя помогать если эти люди с маленькими детьми ведь вы же в курсе как этот бизнес делается они не со своими маленькими детьми с чужими эти деньги эти дети напичканы разными лекарствами они умирают недолго живут их берут чтобы разжалобить это не их дети вообще когда вы помогаете им вы все это поддерживаете все эти махинации всевозможные зачем я хочу помочь это исследуй вообще вы знаете вот не помогайте никаким благотворительным организациям которых вы не знаете почему хочешь помочь у нас есть фонд небо с игорем медведевым съезде по детски вот хочу детям помочь езди посмотри на это посмотри потому что часто вы знаете люди которые по-настоящему занимаются благотворительной работой у да у них нет ни времени ни сил это рекламировать обычно рекламируют благотворительную деятельность мошенники хорошо вот тут хорошо у них все время и все силы уходят только на этого на это я там помог а я там кому ты помог ну вот они там сказали ответа исследовал нет поэтому исследуйте исследуйте ту сферу в которую тебя вовлекает изучи ту ту область какой бы привлекательно тебе не казалось но без исследования без изучения не лезь а для этого нужно время поэтому не поддавайся опять этим стрессовым ситуациям и последний пятый совет который я хочу вам дать притча 1 глава 10 стих сын мой если будут склонять тебя грешники что не соглашайся последний пятый совет учись говорить нет потому что мошенники очень часто хорошие психологи и они сканируют людей вычисляя наиболее податливых вот почему часто люди либо в стрессе либо в печали либо вот эмоциональные женщины часто становятся вот объектами мишенями для их развода всевозможного вот и часто они пытаются заговорить человека заговорить человека а жертва даже боится возразить и с тобой начинает так нагло разговаривать просто продавливать подчинять тебя это же обычная обычная манипуляция вот это как вот я помню вот это же вот пытаться продавить это как вот ну я вам рассказывал что я вырос в верхнесетском районе вот и в те и в те времена когда он наш вис считался там шпаны было много вот я с того времени вообще не никаким образом никакие там игры азартные не могу воспринимать потому что я помню как мы там с ребятами садились выискивали кого-то с кем можно там в карты поиграть и начинали на него наседать с одной целью лишь бы он не сказал нет понимаете и он все принимает все принимает очень важно уметь сказать нет самсон был сильным человеком но он не мог сказать нет и вся его слом вся его сила что ушла напрасно не мог сказать нет иосиф сказал нет жене потифара это повлекло неприятные последствия какое-то время но в конце концов он стал таким человеком которым бог предназначил ему быть вот вам два примера один не мог сказать нет потерял все другой сказал нет и стал тем кем бог его бог ему предназначил быть умеете говорить нет это ваше право сказать нет не принять предложение не купить этот товар не стать частью этого этого бизнеса отказаться от пяти миллионов выигрыша это ваше это ваше святое право вы должны уметь сказать нет и в конце давайте откроем последнее место из притч который я сегодня прочитаю двадцать третья глава двадцать третья глава с первого стиха прочитаем когда сядешь вкушать пищу с властелином тот тщательно наблюдай что перед тобой и и поставь преграду в гортане твои если ты алчен не прельщайся лакомыми явствами его это обманчивая пища очень часто то что нам предлагают то чем у нас кормят это драгоценные обманчивая пища то есть там что-то нечестное поэтому чтобы нам не предлагали мы должны хранить трезвый разум не принимать все что пытаются вкладывать нам в рот каким бы сладким они это не описывали как как бы они не рекламировали эту сладость четвертый стих не заботься о том чтобы нажить богатство оставь такие мысли твои в современном переводе в новом русском переводе этот стих так звучит не изводи себя погони за богатством имей мудрость остановиться мы часто бежим за деньгами и забываем что корень всех зол это что написано в новом завете корень всех зол сребролюбие мы почему-то абсолютно убеждены то чего нам не хватает это денег все остальное это у нас в избытке деньги бы нам еще а затем стоит эгоизм просто желание быть лучше быть богаче быть гордость поэтому не заботься о том чтобы нажить богатство оставь такие мысли твои устремишь глаза твои на него и его уже нет потому что она сделала себе крылья и как орел улетит к небу этот вот финал всех мошеннических схем не вкушай пищи у человека завистливого и не превещайся лакомыми явствами его потому что каковы мысли в душе его таков и он ешь и пей говорит он тебе а сердце его не с тобой кусок который ты съел изблюешь и добрые слова твои потратишь напрасно видите автор притч нас учит быть внимательными чем нас с вами пытаются кормить не поддавайся алчности надо надо зачем тебе это надо ну это же вещи это же деньги это же зачем тебе вот эта вещь ну как с такой скидкой да ты жил без нее всю жизнь и сейчас тебе прямо с такой скидкой ее прямо так надо и поэтому здесь дается нам совет есть много завистливых людей которые хотят обобрать тебя забрать последние деньги у которых нет никаких нравственных ценностей которые не будут переживать чем ты будешь кормить свою своих детей что денег твоя жена им все равно на это они готовы у тебя забрать последние и они тебе дают с целью лишить тебя лишить тебя всего поэтому мудрецы советуют нам быть внимательными что мы кушаем с кем мы кушаем и вот эти вот пять советов вот схемы есть разные и все время появляются новые схемы разводов новые схемы мошенничества новые схемы обмана ну вот эти вот пять советов вот можно еще раз первый совет формируй в своей жизни понятийное мышление это вот первый совет конечно это нужно делать в молодости когда наш ум гибкий податливый но не удалось нам может быть детям помоги сформировать внукам помоги да и сам учиться никогда не поздно формируй только серьезное изучение формирует правильное понятийное мышление ты сможешь вычленять важные вещи строить причинно-следственные связи и видеть общую картину из разных деталей во-вторых второй мой совет следи за своим внутренним состоянием не поддавайся стрессу в который тебя пытаются ввести мошенники храни мир храни спокойствие внутри не распыляйся от внезапного выигрыша не переживай если там что-то такое стряслось и нужно срочно заплатить денег иначе с твоим близким что-то страшное произойдет сейчас храни трезвым свой разум следи за внутренним состоянием только из спокойного внутреннего состояния ты можешь принимать правильное решение третье третий совет спрашивай у более опытных спрашивай совета при множестве советников состоится предприятие а высокомерный о чем не спрашивать я всех лучше знаю в конце концов высокомерие приводит к обнищанию четвертый совет изучай ту область в которую тебя пытаются вовлечь ничего не понимаешь в форексе не давая деньги на выигрыши тебя обманут ничего не понимаешь вот эти какие-то там ставки на спорт и еще куда-то пускай все видеоблогеры мира тебя призывают они просто с этой аферой имеют денег огромное количество сегодня интернет деятелей они приобретают популярность а потом ее монетизируют как? в обманах во многих во многих обманах поэтому имей те людей которые бы вокруг тебя были которые бы тебя посоветовали да? и изучай ту сферу которой ты собираешься заняться изучай ее не лезь в сферы где ты ничего не понимаешь и пятое последнее не бойся не стыдись это твоя жизнь это твои деньги ведь деньги это наше время наш труд наш пот наше вложение не отдавай их первым проходимцам вкладывай свои деньги только туда где ты знаешь что эти деньги по твоему свободному решению свободному вылезвлению принесут пользу и принесут благословение и всегда скажут аминь закроем глаза и склоним головы всемогущий господь я благодарю тебя за каждого моего брата за каждую мою сестру за каждую мою сестру во Христе и Иисусе Боже мой я так хочу чтобы каждый из нас был благословен каждый из нас жил наполненной жизнью чтобы твоя мудрость оберегала нас от всяких от всяких аферистов мошенников обманщикам господь я молю Боже пускай эти пять советов и слова Божьего пять советов из книги притч помогут нам не попасть в ловушку не попасть в сеть не поддаться лжи мы знаем что дьявол лжец всякая ложь неправда идет от него он как сеть пытается нас ловить в эту ложь но я молю мой Бог чтобы мы хранили свое сердце хранили свой разум в спокойном трезвом состоянии Господь наполнялись твоей мудростью спрашивали советов у более опытных людей не давали никому украсть у нас мир спокойствие гармонию благослови Господь чтобы все что мы делаем было нашим свободным решением чтобы мы не действовали под манипуляции под нечистым воздействием и чтобы все что у нас есть наши жизни наше имущество наши финансы все это служило божьему царству а не было напрасно растрачено на не стоящие вещи благослови Господь благослови Иисус аллилуйя и мы уповаем на тебя даруй нам видение даруй нам мудрость во имя Иисуса божьему царю замену мудрость апостолу мудрость и медленно и мудрость мудрость и мудрость и мудрость Кто, возможно, попадался на эти уловки, кто отдал часть своих финансов мошенникам, благослови Господь их, чтобы даже эти горькие вещи стали для них важными уроками. Боже, молю, благослови, чтобы они извлекли уроки из этих ошибок и больше не попадались в эту сеть. Благослови, мой Бог, чтобы мы не хранили горечь из-за прошлых неудач, из-за прошлых обманов, из-за ли от всякой горечи прошлого, Господь. Пускай даже эта горечь чему-то нас научит, чтобы все в нашей жизни, даже эта неприятность, была к нашему благу. Благослови, Господь, научи нас во имя Иисуса Христа. Исцели, Господь, то сердце, которое, возможно, пережило эту травму от мошенничества. Исцели, Господь. Мы призваны прощать Господь и идти дальше, извлекать уроки даже из ничтожного и продолжать жить дальше во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы все, что Ты нам даешь, все ресурсы, все финансы, были использованы во славу Твою, для Твоего Царства, Господь. Для того, чтобы мы могли быть счастливы и несли бы счастье окружающим нас людям. Слава Тебе, Иисус! Честь и хвала во веки веков. И каждый верующий доскажет. Аминь. Иисус! Честь и хвала во веки веки.